всем привет мультиметр от бренда и bf есть еще токовые клещи и про них расскажем в другом ролике в данной серии всего две модификации комплекте поставки сертификат соответствия с датой поверки двадцатого года руководство пользователя 1 на китайском языке и 2 на английском языке где можете посмотреть все основные технические параметры прибора для измерения температуры в комплекте также есть термопара шубы на 10 ампер радует наличие изоляционных наконечников мультиметр хорошо упакован во избежание попадения влаги и пыли достаточно мягкий прибор работает автоматическом подборе диапазонов надежная прорезиненная изоляция корпуса и великолепное качество изготовления достаточно прочная опорная ножка фиксируется четко на плоскости отдельно вынесен сенсор ncv для большей точности и большей чувствительности мультиметр работает на двух элементах питания стандарта 2а 1,5 вольт для большей долговечности имеется бронзовая резьбовая вставка селектор имеет прекрасные возможности с помощью одной руки все очень легко случайных переключения исключено такого селектора нигде не видел все очень четко продуманная световая подсказка для гнезда шубов снизу это цепь коммутации низких токов максимум до 600 миллиампер следующая цепь коммутации рассчитана на более высокие токи это максимум 10 ампер и третья цепочка напряжение конденсаторы и прозвонка и все остальные функции первое включение прибора справа кнопка включает приятную подсветку дисплея а удержание данной кнопки позволяет включить фонарик фонарик скажу что очень даже неплохой яркость более чем достаточно функция макс и мин тут все предельно просто фиксируется максимальное и минимальное значение измерения начнем измерения с элемента питания на 9 вольт быстрое измерение пробуем запитать от блока питания видим мили вольт и в режиме вольтов очень быстрое измерение быстрая стабилизация выбора 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 и на удивление очень высокая точность к примеру если сравнивать с юнитом очень хороший результат кнопка и функция можем переключиться в режиме измерения переменного напряжения измеряет быстро но очень красиво меняется цвет дисплея на тревожно красный оранжевый цвет также можем видеть одновременно и частоту ну и как видим еще имеется аналоговая шкала в режиме милливольт и видим одну цифру после запятой это микровольт и здесь также все отлично быстро измеряет и порог 600 милливольт милливольт и также можно измерять и в режиме переменного напряжения далее режим работы с частотой в качестве источника сигнала будем использовать юнтек генератор видим первые 2-3 герца для начала поставим самую маленькую амплитуду и теперь постепенно поднимаем частоту 100 герц нормально 1 килогерц тоже нормально 10 килогерц 100 килогерц 100 килогерц и 300 килогерц это потолок добавляем амплитуду пусть это будет 1 вольт здесь уже видимо 500 600 и даже 1 мега герц дальше 6 мега герц снова не хватает амплитуды выставим 10 вольт и с такой амплитудой как видим 20 и 24 25 но и 25 мега герц это отличный результат поскольку даже в руководстве указано 10 мега герц почти два с половиной раза больше можем видеть сразу и скважность и частоту одновременно следующий режим начинаем измерения с вот такого резистора достаточно быстро и точно резистор с малым сопротивлением измеряет отлично хотя только одна цифра после запятой но результат очень хороший учитывая почти нулевое сопротивление шуков следующий режим измерения это прозвонка здесь достаточно громко дублируется светодиодом все довольно неплохо но теперь попробуем с оригинальными качественными щупами от юнита теперь видим отличную скорость отклика и кажется нет вообще залипания в режиме тестирования диодов видим падение напряжения также дублируется звуком но к сожалению не дублируется световым индикатором проверим работоспособность светодиодной лампочки видим отлично зажигает также видим падение напряжения цветные светодиоды все также отлично все цвета зажигает благодаря нормальному напряжению на пробниках режиме измерения конденсаторов достаточно быстрое измерение и видим соответствие пробуем измерить желтый конденсатор все также быстрый результат в режиме измерения нанофарад здесь все очень быстро просто мгновенную попробуем также измерить пика фарады тоже как видим отличный результат все очень быстро следующий режим измерения это измерение температуры обязательно соблюдайте полярность при установке термопары видим быструю скорость набора температуры температура измеряется в градусов цельсия и сверху можем видеть сразу и градусы фаренгейта и быстрое остывание в режиме измерения микроамперов как видно прибор фиксирует малые токи далее идет режим измерения миллиамперов здесь смотрим поднимаем ток потребления и как видим прибор измеряет заявленные 600 миллиампер тока и в режиме измерения цепи силовой коммутации здесь гнездо световой индикации подсказывает куда оставлять шуб смотрим также отлично фиксирует токи и все что превышает один ампер прибор уже переходит в тревожный красный цвет подсветки дисплея еще одна очень полезная функция NCV дистанционное обнаружение электромагнитного поля видим отличную работу очень хороший и очень точный контроль при точно заданном расстоянии кнопкой функция переключаемся в режим live это функция поиска фазы с помощью одного шуба видим фазы нету а здесь она есть этот значок auto power of автоматическое отключение прибора при бездействии его можно отключить для этого удерживаем кнопку функция включаем прибор и как видим значок теряется и в таком режиме прибор может работать бесконечно вплоть до опустощения элементов питания на обратной стороне можем видеть места для крепления еще один такой небольшой тест посмотрим на каком напряжении прибор включается 2,2 вольта мало и 2,5 вольт все нормально включается и для такого большого дисплея видим относительно низкие токи потребления в два с половиной миллиампер подсветка дисплея потребляют чуть более 11 миллиампер достаточно большой ток потребления но при этом отличная яркая подсветка теперь смотрим потребление тока для фонарика достаточно большой ток 18 миллиамперов но не жалко для такого яркого фонарика еще один такой тест потребление тока прибором в выключенном состоянии смотрим все нули отлично переключаемся в режим микроамперов и здесь тоже все нули в целом очень хороший продуманный прибор относительно невысокие токи потребления покажет отличную работу в комплекте вот с такими хорошими большими элементами питания с внушительной емкостью 2800 миллиампер часов не забудьте подписаться всем спасибо за просмотр